Добрый день. Сегодня мы поговорим о работе бизнес-центров в Омске. И у нас в гостях директор ООО «Фестиваль» Екатерина Стецкова. Добрый день. Добрый день. И председатель Сибирской сертификационной комиссии гильдии управляющих девелоперов Максим Репин. Добрый день. Добрый день. Поскольку мы решили поговорить о работе бизнес-центров, первый вопрос, наверное, вам. Что из себя представляет на сегодня, в принципе, структура бизнес-центра и какова ситуация с этими структурами в Омске? Если говорить о бизнес-центрах в целом, то такой формат помещений появился исходя из потребностей бизнеса. Для того, чтобы в этих помещениях вести бизнес, работать, есть определенные требования, качественные требования, параметрические и пространственные требования, которые необходимы помещению выдерживать для того, чтобы оно удовлетворяло потребностям бизнеса. В этом плане, конечно, мировой опыт уже достаточно большую историю имеет и очень серьезно сформирован. Мы с самого начала развития рынка недвижимости в России перенимаем этот мировой опыт. И на сегодня в Российской Федерации, как раз гильдии управляющих девелоперов, разработана система классификации бизнес-центров для отражения, собственно говоря, качественных признаков, для того, чтобы любой пользователь, собственник или арендатор мог очень четко, в зависимости от классности, определить, насколько соответствующий объект будет удовлетворять его требования для ведения бизнеса. И сама по себе классификация, определяя, собственно говоря, границы по качественным характеристикам, она очень серьезно помогает структурировать рынок, его систематизировать, анализировать и принимать решения на рынке. Поэтому системами классификации достаточно активно пользуются все девелоперы и оценщики, риэлторы, то есть практически все участники этого сегмента рынка активно используют системы классификации для принятия своих решений. Тот классификатор, который мы постарались применить в Омске, это один из самых успешных классификаторов, которые работают в Российской Федерации. Несколько сотен бизнес-центров в Санкт-Петербурге, в Москве, в Самаре, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге и вот на сегодня в Омске прошли классификацию. Четко определен их класс, что в свою очередь, собственно говоря, определяет не только те качественные характеристики, которые заложены и реализованы в соответствующем проекте бизнес-центра, но и определяет экономические характеристики, это и уровень арендной ставки, и стоимость самих помещений, поэтому это очень важно со всех точек зрения. Ну вот в Омске сколько примерно таких бизнес-центров, сколько вы охватили с классификацией? В этом году гильдией управляющих девелоперов в Санкт-Петербург принято решение о создании сибирской сертификационной комиссии по классификации бизнес-центров. Сама по себе комиссия начала работать весной этого года, нами было выявлено, проанализировано порядка 70 помещений центров, которые могут быть классифицированы как бизнес-центры. На сегодня порядка 30 объектов полностью исследованы, характеристики пространственные, параметрические собраны, систематизированы, представлены комиссии для рассмотрения. Порядка десятка бизнес-центров были посещены членами комиссии, которые работают в Омске. Если еще немножко сказать о структуре самой комиссии, сама комиссия она межрегиональная. То есть там не только мячей? Безусловно, потому что деятельность самой комиссии она ведется коллегиально. Часть санкт-петербургских, московских коллег по скайп-конференции, работая вместе со специалистами в Омске, анализируя заблаговременно те материалы, которые есть об объектах, уже коллегиально приходит к общему решению по назначению принятия утверждения классности. Поэтому в Омске на сегодня первое заседание, расширенное, прошло. 4 июля оно состоялось. Было вынесено 8 бизнес-центров на принятие решения. 7 из них были классифицированы. Так что комиссия работает. Мы предполагаем в конце сентября еще одно заседание. И также порядка 10 или около 10 бизнес-центров будут классифицированы. И мы думаем, что как раз под очень жесткие, серьезные требования, которые выдвигает классификация, мы сможем в Омске отобрать, ну, наверное, около десятка, может быть, полутора десятков бизнес-центров, для того, чтобы им присвоить классность и чтобы они были публично представлены. В том числе и на сайте гильдии управляющих девелоперов был представлен Омский регион, наши бизнес-центры, для того, чтобы межрегиональный бизнес мог получать эту информацию и легко входить в регион, рассчитывая на надежное качество объектов. Ну, вот высшая категория, сколько у нас бизнес-центров? К самой высшей категории, так сказать, если можно сказать, к элите, к классу А непосредственно у нас в Омске отнесен один бизнес-центр, полностью удовлетворивший высокие требования как самой классификации, так и коллег из Москвы и Санкт-Петербурга. Обсуждая бизнес-центры, по всему списку был целый ряд предложений, добавлений. Это отражено в протоколе заседания комиссии, для того, чтобы наши бизнес-центры подтягивались, совершенствовались до общефедерального уровня. И единственный бизнес-центр класса А, он был и запроектирован как бизнес-центр класса А, заслуженно получил, собственно говоря, этот статус, и этот статус утвержден комиссией. Этот бизнес-центр, бизнес-центр-фестиваль, который полностью удовлетворил все требования комиссии. Понятно. Ну, Екатерина, расскажите тогда, что входит в принципе в понятие бизнес-центр класса А, и какие услуги действительно предоставляет такой бизнес-центр высшей категории? Параметров достаточно много, когда мы заполняли необходимые документы, там было примерно на две страницы вопросов, которые касались абсолютно каждой области управления зданием. Можно начать, конечно, с архитектурных особенностей, что, прежде всего, здание построено изначально как бизнес-центр, а не реконструировано из других помещений. Очень большое имеет значение месторасположение комплекса, то есть должна быть близность к транспортным развязкам, к ключевым магистралям, должна быть парковка достаточная для того, чтобы бизнес мог чувствовать себя вполне комфортно. И, в принципе, все остальные требования, они продиктованы с точки зрения именно комфорта для бизнеса, чтобы человек в этом здании, в этом бизнес-центре думал только о тех задачах, которые ему необходимо решить в рамках своего бизнеса, и не думать абсолютно о том, что у него происходит с тем помещением, в котором он находится. Очень важны и интерьерные решения, и лифты, достаточно ли их количества оформлений, чтобы был репрезентативный вид холлов самих помещений. Это качество ремонта, потому что качество ремонта может отличаться. Даже в бизнес-центрах класса А между собой оно может разниться. Это и эксплуатационные параметры, то есть каким образом организованы системы жизнеобеспечения зданий, инженерные системы, каким образом ведется их эксплуатация, каким образом поставлен клининг, наличие пропускного режима, достаточно ли безопасно в этом здании находиться, и достаточно ли удобный режим контроля доступа. То есть все эти параметры, они обуславливают именно классность. Ну и, конечно же, я бы поставила во главу угла, это отношение к своим арендаторам, поскольку арендодатель теоретически может доставить много хлопот своему клиенту, но бизнес-центры класса А должны всегда заботиться о том, чтобы этих проблем не было. Если они возникают, то максимально быстро решать и освобождать арендатора от этих вопросов. То, чтобы не мешать его бизнесу? Конечно, потому что главное – это его бизнес. Понятно. Часто ли возникают, например, какие-то особые требования у арендатора, что-то он хочет изменить, например, в интерьере? Вот такие проблемы есть? Ну, как правило, это связано либо с спецификой бизнеса, то есть, например, одним компаниям необходим только open office, то есть отсутствие переговородок, другим арендаторам необходима, наоборот, кабинетная система. Одни арендаторы размещают на этаже порядка 50 человек, другие размещают порядка 15 человек. То есть это сугубо индивидуально и продиктовано спецификой бизнеса. И в каждом случае мы должны прислушиваться к тем вопросам, которые озвучивает нам арендатор, и должны решать его таким образом, чтобы это позволило ему комфортно с нами жить в одном здании, и при этом нам поддерживать эксплуатацию здания на должном уровне. Максим, может быть, вопрос к вам? То есть, в принципе, для чего делается оценка вот таких бизнес-центров, и как это может повлиять на рынок, который формируется в Омске? Влияет ли это на приток бизнеса, например, там, из других регионов в Омск? То есть, вот, в принципе, какова цель? Не просто отметить, да, какие-то бизнес-центры, а подстегнуть, например, другие бизнес-центры, чтобы они тянулись до класса А. Сама по себе классификация – это, по сути, создание единого русла для того, чтобы было абсолютно удобно в едином формате понимать и обмениваться бизнес-информацией с точки зрения принятия решения для тех, кто эксплуатирует данные помещения. И классификация как раз и создает эту систему для принятия оперативных и качественных бизнес-решений, создает русло с четко ограниченными берегами. Мы понимаем, что в рамках организованных транзакций очень просто и качественно принимать бизнес-решения и, соответственно, развивать бизнес. Вот эту систему мы на сегодня и создаем. И с точки зрения самих бизнес-центров переход из одной классности в другую – это процесс, который стимулирует их для совершенствования своей работы. Потому что большая классность – это, соответственно, большие доходности, большая рентабельность от бизнеса. И мы понимаем, что сам по себе бизнес управляющих компаний в Омске уже есть и он активно развивается. И кризис недавний 2008 года показал, насколько важно качественно работать управляющим компаниями в бизнес-центрах, когда отток арендаторов можно не только сократить, можно и привлечь арендаторов, если организовать качественную работу, для того, чтобы бизнес в очень сложных условиях конкурентной борьбы и, возможно, в кризисных условиях получал максимальную отдачу от тех активов, а мы сегодня рассматриваем именно объекты недвижимости, бизнес-центры, получал максимальную отдачу от активов, которая, собственно говоря, помогает бизнесу выдерживать, собственно говоря, любые потрясения, либо выдерживать тот темп развития, который необходим для бизнеса. И в этой части нельзя не отметить важность самих управляющих компаний, потому что, если мы говорим об классе А, то основные отличия, они уходят не в сферу конструктивного различия между объектами, а в сферу именно качества тех сервисов, которые представляет управляющая компания. И чем больше удовлетворенность арендаторов, компаний, которые развивают бизнес на этих площадях, тем больше и доходность самих помещений. Это своего рода и сигнал для таких федеральных структур, я имею в виду. Сейчас бизнес достаточно мобильный, и открыть, например, какой-то филиал в каком-то городе, посмотрят где. Ага, есть класс А. То есть это дополнительный приток, это может служить дополнительным стимулом для того, чтобы открыть какой-то дополнительный офис большой федеральной компании. Здесь я могу дополнить, наверное, с точки зрения практики, потому что у нас уже был опыт того, что именно класс бизнес-центра, он привлек за собой достаточно крупного арендатора. То есть сейчас могу сказать, что у нас несколько арендаторов, которые занимают два и более этажей. То есть именно класс А повлиял на их решение? Качество площадей, качество предоставляемых услуг повлияло решающим фактором для принятия решения о том, чтобы именно здесь разместить свои офисы. Нужно еще сказать, что именно такие компании, крупные, всерьез относящиеся к заботе о сотрудниках, к требованиям, предъявляемым к помещению, и готовы, по сути, пользоваться нашими услугами. Был период, когда у нас не было достаточного количества арендаторов, и мы работали в большей степени с местными представителями бизнеса. Но, к сожалению, мы не нашли такого арендатора, который смог бы заехать, допустим, на два и более этажа, и при этом соответствовать. Но это говорит о таком уровне бизнеса пока в Омске. Но есть куда расти? Есть куда расти, безусловно. Если можно добавить? Да, конечно. Достаточно четко прописаны стандарты у зарубежных компаний, в том числе и у федеральных компаний, которые действуют на территории страны. И по этим стандартам очень четко регламентированы бизнес-центры, в которых должны располагаться офисы этих компаний. И поэтому, когда у нас иностранная компания принимает решение о размещении офиса, то выбирается именно та классность, которая прописана в стандартах компаний. Объект именно той классности. То есть они ниже просто не могут себе позволить? Это четко регламентировано. И поэтому идет уже работа внутри очень четких границ. Тех бизнес-центров, которые соответствуют требованиям компании. Четким, задокументированным требованием. Логично возникает вопрос. Достаточно ли на сегодня в Омске, в таком крупном городе, миллионнике, да? А бизнес-центров определенного высокого класса? Или еще есть куда расти, еще вот... Ну, вы как член комиссии, да? С точки зрения класса, безусловно, один бизнес-центр, как лидер, как пионер на этом рынке, он, безусловно, номер один. И, наверное, настолько развит бизнес сегодня в Омске, что один бизнес-центр, какого бы он масштаба ни был, вряд ли сможет удовлетворить всю потребность. Поэтому есть, собственно говоря, объекты конкурирующие, которые стремятся стать, также войти в этот круг, элитный круг. И я думаю, что это позитивно скажется на конкурентных взаимоотношениях и будет являться определенным драйвером рынка. И будет служить развитие рынка. Опять же, логично возникает вопрос о тех параметрах, по которым оценивается бизнес-центр. И, наверное, не последнюю роль играет какая-то обратная связь с арендаторами. То есть, как они сами оценивают, как им комфортно в любом бизнес-центре, но есть какие-то еще специфические параметры, о которых вы можете рассказать. Безусловно. Если мы вернемся к качеству самих помещений, в первую очередь эти качества должны удовлетворять пользователей помещений. Поэтому с точки зрения работы комиссии трехсторонний подход, который комиссия предполагает в стандарте своей работы, он предполагает безусловное интервьюирование пользователей, реальных пользователей помещений, которые развивают свой бизнес в этих площадях. Поэтому это очень важно. И даже есть у нас один пример, где управляющая компания не в полной мере отражающая потребности чаяния собственников помещений, арендаторов помещений. Она, собственно говоря, негативно сыграла на статусе объекта и объект получил класс чуть ниже, чем мог бы получить, если бы было все качественно организовано. Такое, к сожалению, не есть. На самом деле, то есть управляющая компания считала, что у них все хорошо, и при этом давали на класс выше, но вот по результатам обратной связи класс не получили. Мы считаем, что это очень хорошая позитивная тенденция как раз выявить, показать это для того, чтобы организовать работу, работу по более профессиональному управлению, по улучшению работы конкретного объекта и, соответственно, по улучшению работы компании внутри этого объекта. Это важно для рынка, и мы считаем, что эту миссию комиссия как раз вот в данном примере выполнена на отлично. На ваш взгляд, более качественную работу по управлению бизнес-центром ведет внешняя компания, да, или это может выполнять сам собственник роли? Исторически так складывалось, что управляющие компании формировались из структур близких к собственникам объекта. Это абсолютно объективно, но с точки зрения управления в силу определенных монопольных тенденций, это не всегда позитивно, есть непозитивные примеры. Однако, в ходе работы комиссии и в соответствии с стандартами комиссии, если мы видим все соответствующие атрибуты работы управляющей компании, а мы их обязательно видим и исследуем, если управляющей компании есть весь список служб, необходимых для качественной эксплуатации комплекса, есть все службы быстрого реагирования для устранения каких-либо проблем возникающих при эксплуатации комплекса, когда система по управлению автоматизирована и очень высоко квалифицированно организована, тогда вопрос, собственно говоря, аффилированности управляющей компании, он не возникает. Не возникает, более того, очень часто, когда управляющая компания, которая исторически управляет объектом качественно, она делает это на столь высоком уровне, зная всю историю создания объекта, когда объект еще вписывался в эту площадку, когда он еще проектировался, собственно говоря, и это позволяет управляющей компании достигать такую доходность на этом объекте, которая может быть не под силу какой-либо сторонней организации. Это очень важно, и поэтому мы видим в этом как плюсы, так и минусы, нужно смотреть по конкретной ситуации. То есть, не важно, это или наемная компания, главное качественное управление? Безусловно. Могу добавить, что каждый объект требует своей, специфики именно по выстраиванию системы эксплуатации. И, как правило, Максим заметил, что если есть информация о том, как строился объект, какие у него, есть нюансы, куда нужно обратить внимание, это влияет в больший плюс для управляющих компаний. Поэтому я согласна с тем, что собственно управляющая компания может более качественно эксплуатировать здание, чем привлеченное внешнее. Как часто вы в каком режиме общаетесь со своими арендаторами? С арендаторами мы общаемся ежедневно, абсолютно по всем вопросам. Постоянно возникают какие-то вопросы либо по дополнительному размещению рекламных мест, либо по эксплуатации, либо по доступу и так далее. То есть по всем вопросам мы тесно контактируем, стараемся переводить это в большей степени в неформальный режим общения для того, чтобы арендаторы чувствовали себя более комфортно здесь, чтобы не было напряжения. Бизнес развивается достаточно динамично, иногда я сам общаюсь с разными представителями бизнеса, им не хватает интернет-скоростей. То есть вот эту проблему вы как решаете? У нас два интернет-провайдера на здании, у нас проложены оптические кабели, что полностью соответствует требованиям классовости, плюс удовлетворяет все необходимые потребности среди арендаторов. То есть ограничений никаких собственно нет. Когда у нас заезжали крупные арендаторы, были вопросы по поводу провайдеров, то есть были требования точно так же с стороны крупных арендаторов о том, что должен быть один провайдер и все, и больше никого. Тем не менее находили выходы, то есть арендатор получал то, что они хотят, мы получали то, что мы хотим. Всегда можно найти компромисс старшую. Конечно, да. Главное понимать цели и задачи двух сторон. Тогда всегда можно найти и договориться. Может, какой-то опыт есть в других регионах? Как, например, Омс выглядели по сравнению с другими регионами? Ну, рядом Новосибирск, Томск, Кемерово? Новосибирск на самом деле хоть и более крупный регион, тем не менее в эту работу еще не включился по классификации как таковой. Поэтому, если говорить о работе комиссии, безусловно, создавая ее и работая, мы перенимаем опыт других регионов. Очень хороший активный опыт у Самары. И в Самаре есть отличные объекты, в которых можно поучиться и управлению, и классификации, изменению качественного статуса объекта. Безусловно, очень важен опыт Москвы и Санкт-Петербурга, но он настолько отличается от омского опыта, что нужно очень к нему взвешенно и осторожно подходить. Хотя, безусловно, эти объекты... Скидку на наш регион? Я не говорю сейчас о скидке, потому что наши объекты на самом деле не требуют никаких поблажек к какому-то более мягкому отношению. Они у нас не хуже, чем объекты в других регионах, просто они своей классности. На сегодня у нас Омск представлен хорошими объектами, отличными объектами, которые можно позиционировать на общефедеральном уровне. Допустим, как бизнес-центр класса фестиваль. Поэтому я думаю, что здесь Омск на самом деле с точки зрения сравнения с соседними регионами выглядит не хуже. Нам необходимо совершенствоваться в своей работе, в работе по организации жизнедеятельности внутри. Есть чему учиться у регионов с более развитым рынком. А если говорить о сопоставлении городов-миллионников, то Омск выглядит достаточно неплохо. Я хочу дополнить, что если сами потребители, руководители предприятий, которые принимают решение о том, где сидеть, в каком помещении, будут предъявлять более жесткие требования, обоснованные требования, то это тоже даст своеобразный толчок для развития рынка. То есть есть, например, в Москве бизнес-центр, который не просто класс, а плюс-плюс. Соответственно, нам тоже есть куда стремиться. Конечно. И можно даже в интернете посмотреть фотографии тех интерьерных решений, которые там реализованы, безусловно. Это очень достойно, очень здорово, но это и стоит определенной арендной оплаты. То есть рынок будет готов предоставить такие предложения, если будет определенный спрос. Поэтому я считаю, что классификация это первый шаг на пути развития рынка коммерческой недвижимости. И она, прежде всего, должна дать понимание потребностей самого, самой компании, арендатора, которая выбирает себе объект. То есть если руководитель будет понимать, что у него требования по свободной планировке, что у него не 5 квадратных метров на человека, а должно быть а 15, то, соответственно, это и будет диктовать условия. Вы упомянули интерьерные решения. Тут как бы такой небольшой замкнутый круг. С одной стороны, чтобы сделать достойный интерьер, должны какие-то вложения, то есть затраты. А с другой стороны, это может повлиять на арендную плату. Вот из чего, в принципе, складывается арендная плата на сегодня, в бизнес-центре класса А. И насколько рынок Омский готов платить именно за интерьерные решения? Омский рынок не готов платить за интерьерные решения, а стоимость складывается из расходов по эксплуатации плюс рыночная ставка по аренде самих помещений. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о работе бизнес-центров, и у нас в гостях был директор ООО «фестиваль» Екатерина Стецкова и председатель Сибирской сертификационной комиссии гильдии управляющих девелоперов Максим Репин. Программу вел Евгений Ганштейн. Всего доброго.